На татаме дзюдоисты, спортсмены от самых юных до уже взрослых, демонстрируют умения в зале единоборств ФОКО на Воронке. Внимательно наблюдают за их сложными действиями депутаты от партии Единая Россия. Эта тренировка еще одно доказательство, насколько популярно восточное единоборство в Щелкове. Еще бы, ведь перед глазами достойный пример. В этом тон задает главнокомандующий нашего государства, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Мы видим, во-первых, сколько поклонников этого вида спорта, какие впечатляющие результаты на всех абсолютно, на мировых олимпийских аренах показывают наши ребята. И, конечно, все мы надеемся, что поклонников этого вида спорта и в целом активного образа жизни с каждым годом будет становиться все больше. Развивать дзюдо в Щелкове особенно важно, говорит тренер спортивной школы Олимпийского резерва Джумбир Абуладзе. В округе дзюдо занимается свыше 700 спортсменов и прославляет Щелкова на весь мир. Из этих 700 занимающихся есть такие, которые показали результаты мирового масштаба. Скажу так, в составе сборной России разные возрастные категории, 9 человек. Из них один чемпион мира, который не был в России последние 10 лет, воспитанник этого зала Ягуа Булазе. Из последних громких успехов наших дзюдоистов сразу два призовых места в первенстве России среди юношей девушек до 18 лет. Обладатель золота Иван Юртаев и бронзовый медалист Сослан Кибизов делятся эмоциями. Занимаюсь уже довольно давно, 9 лет уже. Как-то получилось само собой. Я пошел в школу, я понял, что я хочу заниматься чем-то дополнительно, но и выбрал для себя дзюдо. Как-то тянет меня к нему и все. Я бы все хотел увидеть на педестале и олимпиаде. Помочь ребятам в достижении цели и должно не только упорство и мастерство, но и хорошая спортивная база. Депутаты Московской областной думы и местного совета оценили условия для занятий. Единороссы согласились, такое массовое увлечение дзюдо требует дополнительных помещений. Николай Черкасов обещал посодействовать в решении этого вопроса. Наталья Медведева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...